Территория права 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 как правило, совпадает с режимом общего рабочего времени остальных граждан, но было бы все-таки очень удобно, чтобы не отпрашиваться с работы, обратиться за получением нотариальных услуг и совершением нотариальных действий к нотариусу во вне рабочее время, например, в субботу. В праздники, опять же, вне рабочие, выходные, да. В субботу и в воскресенье. Достаточно большое количество нотариусов у нас работают в субботние дни. Ознакомиться с полным списком нотариусов, которые осуществляют прием в выходные дни, вы можете на сайте нотариальной палаты, на главной странице сайта, с левой стороны вкладка «Нотариус, работающий в выходные дни». Там на интерактивной карте открывается список нотариусов, а уже номера телефонов, адреса данных нотариусов вы можете увидеть, обратившись к интерактивной карте, которая находится также на нашем сайте. И один нотариус города Самары осуществляет прием в воскресенье. Это тоже очень удобно. Если я не ошибаюсь, режим работы с 9 до 16, у нотариуса, который осуществляет работу в воскресный день, этот нотариус находится на улице Физкультурной. Нотариус Шеффер Марина Михайловна. В праздничные дни, как правило, у нотариусов все-таки тоже общие праздничные дни, но, например, в те праздничные дни, когда достаточно большие каникулы, нотариусы также могут устанавливать особый режим работы, о чем нотариальная палата дополнительно извещает, размещая информацию на сайте. Спасибо большое. Очень подробный, ясный ответ. Я думаю, что такой же ответ последует на вопрос следующего телезрителя. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Девушка, у меня после смерти мужа, у меня все на меня было записано, но у него остались, именно на него, докопитационный вклад есть в Сбербанке, который до 91-го года, вот старый, помните, пропали вот эти вот. Как, не что нужно, какие документы? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Если в состав наследства входят денежные средства, которые хранятся во вкладе, а также средства компенсаций, которые полагались для выплаты, для получения наследодателем, вам необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, чтобы определить, кто же из нотариусов имеет право оформлять наследственные права. Обратимся к последнему месту жительства наследодателя. Это тот нотариальный округ, в котором наследодатель был зарегистрирован на день смерти. Если в Самаре, это любой нотариус города Самары, если в районе Самарской области нотариус соответствующего района, при заведении наследственного дела нотариус самостоятельно сделает запрос, направит запрос в сберегательный банк, где как раз и были открыты до 1991 года счета. И по получению ответа из банка сообщит вам о наличии компенсации, возможно, там есть еще оставшиеся счета, денежные средства, которые хранятся на открытых счетах, и выдаст свидетельство о праве на наследство, с которым вы уже пойдете получать денежные средства в Сибербанк. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Продолжаем прямой эфир и продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые телезрители. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, я собственная квартира. У меня подписан в фильм. Они хотят купить мою квартиру и купить в другом месте, но добавить детский капитал, детский банк. Там обязательно должны быть дети или нет? Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. Спасибо. При приобретении жилого помещения с использованием средств материнского капитала, при первоначальном приобретении, собственниками могут стать и только родители детей. Но в любом случае, в тот момент, когда денежные средства, это будет ипотека, да, как я поняла, и если денежные средства по материнскому капиталу будут направлены на погашение кредита, который был выдан для приобретения жилого помещения, собственники, родители в этом случае выдают обязательство о том, что в последующем жилое помещение будет переоформлено в общую собственность всех членов семьи детей, собственника и родителей, да, отца и матери детей. Когда необходимо осуществить данное переоформление, если это ипотечный кредит, то в течение шести месяцев после того, как будет погашено обременение, погашен кредит и снято обременение с квартиры. В любом случае, да, доля детям выделится. Вы верно сказали, детям при рождении второго ребенка выдается материнский капитал, но оформить нужно будет впоследствии дом или квартиру и на первого ребенка, и на второго, и на маму, и на папу, да. То есть на всех членов семьи, которые будут жить, прописаны непосредственно в этом доме. Да. Спасибо. Есть еще звонок, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотела бы задать вопрос. Два года назад я составила завещание. Сейчас мой адрес прописки изменил. Надо ли мне переделать завещание на новое? Спасибо. Тоже актуальный вопрос. Ольга Николаевна, ответьте. Изменение адресных данных, либо изменение паспортных данных, это тоже может произойти после составления нотариального акта, не требует обращения последующего к нотариусу и внесения изменений, в вашем случае, в завещание, либо это может быть доверенность. Тоже возникают такие вопросы, требуется ли внесение изменений в доверенность после того, как поменялись персональные данные доверителя. Не требуется. Документ является действующим. Более того, произвести идентификацию, если это потребуется, лица, которая выдавала документ, возможно, по сведениям о ранее выданных паспортах, либо по сведениям о регистрации человека, который совершал нотариальное действие в определенный период времени. Спасибо большое, Олега Николаевна, и буквально радует сегодня активность вас, уважаемые телезрители. Спасибо, что вы с нами, и мы слушаем очередной звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы купили дом, и земля оказалась неоформленной, у прежнего собственника она не оформляла. Нам велели искать документы в нотариальном архиве. Вот куда и вообще с каким набором документов нам обращаются? Скажите, пожалуйста. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна. Ну, я полагаю, что данный вопрос связан с необходимостью оформить права на земельный участок. Нормы действующего законодательства предполагают возможность оформления прав на землю собственником здания строения, которому принадлежит, который приобрел право собственности либо по наследству, либо, как я полагаю, был договор купли-продажи, и это жилой дом, это значит, земельный участок также, возможно, был предоставлен либо под личное подсобное хозяйство, либо для индивидуального жилищного строительства. Для этого, да, необходимо произвести некие разыскные действия и узнать, а не предоставлялся ли, скорее всего, предоставлялся данный земельный участок предыдущим собственникам. Если это дом, построенный, например, в 50-х годах, в 40-х годах, скорее всего, это был договор застройки, предоставление земельного участка под застройку. Что для этого необходимо сделать? Для этого нужно по цепочке узнать историю дома, кто же являлся предыдущими собственниками, поскольку передача прав на недвижимое имущество могла осуществляться либо на основании возмездных договоров, либо на основании в порядке наследования, конечно, это необходимо искать у нотариусов. И в последующем, в нотариальном архиве, как раз можно и найти сведения о предоставлении земельного участка. Вы можете обратиться к нам в нотариальную палату по адресу город Самару, Ленинская, 228. Возьмите с собой максимальное количество документов, которые у вас есть, а предварительно обратитесь также в БТИ и попросите сведения из органа технической инвентаризации о предыдущих собственниках и о сведениях, которые содержатся в техническом паспорте. Их вправе выдать заиметелю. Да, их вправе выдать. И уже на основании вот этих документов мы будем осуществлять розыск и искать документы, на основании которых и жилой дом, и земельный участок принадлежали предыдущим владельцам. Самое главное, вы должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий, что вы являетесь собственником жилого дома в настоящий момент. Спасибо большое за такой подробный ответ. Продолжаем общение в прямом эфире. 202-11-22. Телефоны периодически появляются на ваших экранах, и мы слушаем очередной звонок. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Смотрите, такой вопрос. У бабушки трое детей. Один из них употребляет алкоголем, поэтому квартира на им уставлять наследство не хочет. Совещание уже составило на двоих других детей, которые обещали разрешить этому сыну жить в квартире. А теперь же бабушка переживает, что мы его выгоним, и хочет переделать завещание. Но он же может пробить квартиру и в связи с этим, какой выход из ситуации может быть. Спасибо. Ольга Николаевна, ответьте, пожалуйста. Как я поняла, завещание составлено без учета этого сына. Во-первых, мы должны помнить, что есть обязательные наследники, которые имеют право наследовать вне зависимости от составленного завещания. Внуки к обязательным наследникам не относятся, но как вариант, если это все-таки дети наследодателя, если на момент смерти наследодателя дети, супруг, родители являются нетрудоспособными, то есть достигли пенсионного возраста, либо нетрудоспособные в силу несовершеннолетнего возраста, либо являются инвалидами, они имеют право получить обязательную долю, даже если они не указаны в завещании. Половину от того, что им полагалось бы по закону. Это первое. Второе. Добровольное обещание и заверение предоставить жилое помещение для проживания родственнику, если оно будет исполнено, замечательно. Но завещатель, чтобы быть спокойным, и вы этой бабушке можете объяснить, она может обратиться к нотариусу и составить завещание именно таким образом, вправе в завещании с завещательным отказом. То есть это специальное такое завещание на тот случай, вот как раз, когда бывают такие жизненные ситуации. Называется завещание с завещательным отказом. В этом случае есть наследники по завещанию, которые получат имущество, но они должны исполнить завещательный отказ. В данном случае он будет выражаться в предоставлении жилого помещения, которое входит в состав наследства, для проживания определенного лица. И если данный завещательный отказ будет указан, нотариус будет указывать и в свидетельстве о праве на наследство, и потом отказа получатель, то лицо, которое указано в качестве проживающего, имеющего право проживать, оно вправе требовать у наследников исполнения данного завещательного отказа. Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, а вот важное такое дополнение, завещательный отказ на какой-то период определенный можно составить, либо он бессрочен? То есть он будет жить, этот человек, говорит, до конца дней своих, либо там год, два и так далее? Возможно, либо в срочный, а можно быть, да, определение срока в событии, которые неизменно должно наступить, да, а это смерть отказа получателя, так же возможно, да. То есть в течение жизни отказа получателя. В течение жизни, то есть сроки нельзя никакие прописать? Можно, да, можно указывать и более короткие сроки, а можно указывать и вот такой срок в течение жизни, да. Спасибо большое. И у нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу задать вам такой ответ, получить от вас. Вот если я подарю квартиру внуку, то сколько внук должен, какой процесс должен внести налог? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Очень популярный вопрос у нас. И все равно, тем не менее, его задают. Да, значит, он актуален. Налогообложение за имущество, которое переходит в порядке дарения, поскольку возникает доход в виде полученного безвозмездного имущества, если дарителями является бабушка, а даряемым является внук, не возникает. Между близкими родственниками данное налогообложение не возникает. Для того, чтобы налогообложение не возникло, необходимо, чтобы были документы, подтверждающие родственные отношения. Если вы являетесь бабушкой со стороны отца, четко должно прослеживаться, что у вас есть сын, у которого есть сын. То есть родственная линия должна прослеживаться. Ну вот вы сказали между близкими родственниками, и я согласна, что бабушка и сын – это близкие родственники. А если там какая-нибудь двоюродная бабушка или внучат и племянники и так далее, то есть... Да, близкие родственники. Дети, родители, внуки. В налоговом кодексе перечень и супруги. Между ними не возникает налогообложение. В остальных случаях общее налогообложение, доход на НДФЛ – это 13% от стоимости имущества. Стоимость имущества в данном случае будет определяться, исходя из кадастровой стоимости квартиры. То есть родственные связи кончаются на дедушках с бабушками и между внуками. Спасибо большое. У нас есть еще время в эфире. Вы дозваниваете сегодня очень активный, у нас интерактивный, я бы даже сказала, эфир. Поэтому 202-11-22. Звоните, уважаемый телезритель. Руга Николаевна Булатова, консультант Натериальной палаты Самарской области, отвечает квалифицированно, подробно на ваши вопросы. В общем, как и все нотариусы, которые приходят в эту студию. Ну и периодически на ваших экранах возникает телефонный сайт Натериальной палаты Самарской области, который также информативен. И всю подробную информацию можно там для себя почерпнуть. Ну и я задаю вопрос. У нас сегодня тема заявленной сделки с недвижимостью. Ольга Николаевна, вот какова задача нотариуса при оформлении сделки? Принять должным образом документы, либо проверить их или совершенно что-то другое? Задач у нотариуса при совершении сделки множество. Когда говорят о нотариальном удостоверении сделки, законодатель заложил такое понятие в гражданский кодекс, и в первую очередь он говорит о том, что нотариус должен проверить законность и также проверить полномочия на совершение сделки. Но это только лишь верхушка большого айсберга и тех действий, которые совершает нотариус. Поэтому говорить об этом можно очень долго. Да, мы продолжим. Обязательно примем звонок, он у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже вам позвонила. Да. Насчет квартиры. Я одна здесь прописана в квартире. Моя квартира продается. Так. И покупает в другом районе, рядом с петьми. И там я буду жить одна. Украине, убавляя сумму моей чулы из детской ипотеки. Из материнского капитала. Из материнского капитала. А это возможно вообще по закону? Так. В чем вопрос? Так, вопрос. А вопрос в том, потом детей пропишут ко мне или не надо их прописать? Понятный вопрос. Вы квартиру будете приобретать больше площади? Нет, та же площадь. Площадь будет та же. Я вас поняла. В данном случае получается... Бабушка в данном случае покупает квартиру и добавляется материнский капитал. Такое вообще возможно? А здесь вопрос в площади квартиры. Мы не знаем. Сказала телезрительница такая же площадь. Нет, такая же. Изначально однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартира. Для чего нам необходим материнский капитал? Для улучшения жилищных условий. Поэтому, когда пенсионный фонд будет принимать решение о возможности перечисления средств материнского капитала для погашения кредита, предоставленного на приобретение недвижимого имущества, пенсионный фонд будет исходить в первую очередь из-за того, улучшаются жилищные условия этой семьи конкретной, либо не улучшаются. Предположим, у членов семьи вообще нет в собственности никакого жилого помещения. И будет приобретаться квартира трехкомнатная со собственниками, которые станут бабушка и члены семьи. В итоге-то они станут все как минимум вчетвером. Мы уже об этом говорили, что после погашения ипотеки и после того, как кредит будет выплачен, в течение шести месяцев в любом случае жилое помещение должно быть переоформлено в общую собственность детей, родителей. Поэтому, если часть квартиры будет приобретаться, у бабушки своя часть, у оставшейся семьи, в любом случае, в итоге она будет не то, что дети будут там прописаны, они станут со собственниками долей. Большой вопрос, будет ли являться улучшением жилищных условий. Возможно, что предоставление средств материнского капитала станет возможным только лишь при условии, если вы вообще не будете собственником данной квартиры. Поэтому предварительно нужно узнать в пенсионном фонде. ну и вы сами можете, даже зная семейные, жилищные условия, да, и положение, которое у вас существует, наличие жилплощади, сделать вывод, улучшает это жилищные условия. То есть сравнить, да, о которой квартира продаётся, какая покупается, да? То есть размерные они. Квартира, которая продаётся, она принадлежит бабушке. И приобретать её будут, новую квартиру, её приобрести должна семья с детьми. Улучшить жилищные условия для себя. Поэтому мы можем говорить об улучшении жилищных условий, если будет приобретаться, либо если эту квартиру полностью приобретает семья, и тогда у бывшего собственника там не останется денежных долей в праве. То есть вы говорите о том, что этой семье сначала нужно купить у бабушки эту квартиру? Нет, она её продаст. А денежные средства вложат, грубо говоря, разрешит детям приобрести квартиру на своё имя, и она в последующем будет переоформлена. Либо дети возьмут кредит, будут деньги от продажи квартиры, и они все вместе в долевую собственность приобретут новую квартиру, если эта площадь квартиры большая, мы можем говорить об улучшении жилищных условий. Если площадь у квартиры не очень большая, мы не можем говорить об улучшении жилищных условий. В этом случае, возможно, будет отказ пенсионного фонда в перечислении денежных средств. Поэтому, конечно, в каждой конкретной ситуации, если вы видите, что улучшение жилищных условий не происходит, лучше обратиться в пенсионный фонд за консультацией. Спасибо, Ольга Николаевна. Следующий звонок у нас на линии. Алло, вы с нами. Здравствуйте. Слушаю ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, после смерти моего мужа комната осталась. Половина комнаты принадлежит мне по завещанию. Ну, я с супругом и вместе приобретали эту комнату. А половина комнаты завещания написано на моего родного сына, который, ну, неважно. Вот. Сейчас сын в отъезде, и мы хотим эту комнату продать. То есть, нужно ли писать, доверенность можно на меня написать, или надо на другого человека? Вы уже право... Не отключайтесь, пожалуйста. Право собственности уже оформлено, да? Так, ой. Право собственности уже оформлено на доле в комнате. Ну, право... Документы. Право зарегистрировали? Право собственности оформлено... На вас и на сына. На меня. Я оформила свою. Долю. И на сына пока не оформлено, свидетельство не получено. Ага. Свидетельство вы пока не получали. Ну, вот как по доверенности я могу заплатить? Я вас услышала. Две тысячи там надо заплатить за свидетельство? Я вас услышала. Вопрос понятен? Но еще фраза такая вот меня лично смутила. Вы сказали на моего родного сына. Это общий вас ребенок с мужем? Это не имеет... Это не имеет значения. Это не имеет значения. В данном случае, да. Во-первых, у нас до сделки, ну, необходимо еще и оформить наследственные права. Свидетельство о праве на наследство не получено. Получить свидетельство о праве на наследство также возможно по доверенности. Для этого ваш сын должен выдать доверенность на представление интересов при оформлении наследственных прав. Затем, для того, чтобы произвести отчуждение комнаты, здесь следующий вопрос. Это доля в праве, либо это комната как отдельный объект права. Но в любом случае, наличие долевой собственности мы видим. Произвести отчуждение также возможно по доверенности. Вы являетесь сособственниками по одной-второй доле. Насколько я поняла, да, скорее всего, доли у вас равны. Ваш сын также может выдать доверенность на последующее отчуждение. Если действия будут происходить вместе, последовательно, и если ваш сын доверяет все это совершить вам, все полномочия могут быть указаны в одной доверенности. Доверенность будет содержать полномочия на оформлении наследственных прав, совершать регистрационные действия и совершить сделку по отчуждению доли в праве на жилое помещение. Ольга Николаевна, у телезрительницы прозвучала фраза о том, что он сейчас в отъезде, его нет. Может ли он оформить на маму доверенность, скажем, по месту пребывания? И переслать, каким-то образом дистанционно решить этот вопрос, чтобы, как говорится... Доверенность он может выдать у любого нотариуса, обратившись к любому нотариусу, там, где он находится сейчас. Если на территории Российской Федерации доверенность, которая будет выдана, может быть передана посредством в электронной форме. Когда нотариус передаст в электронной форме доверенность, здесь она будет переведена уже на бумажный носитель и использована для совершения нотариальных действий. Если доверенность будет выдаваться, ну, как вариант, за пределами Российской Федерации, потому что мы не знаем, где же находится второй сособственник, доверенность может быть выдана либо в консульстве, и в данном случае легализация не требуется, либо доверенность может быть выдана нотариусом иностранного государства. В этом случае необходимо легализировать данную доверенность и перевести ее. Спасибо большое. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире программы «Территория права». Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот узнать, у меня двухкомнатная квартира, у нас прописано четверо. Двое внуков. И вот один внук, ну, все прописаны здесь, один внук женатый, ему 25 лет, 25. То есть, и у них недавно родилась дочка, ей полтора года. Смогут ли они вот стать на очередь на получение квартиры, или уже это поздно делать? Какая очередь имеется в виду? Вопрос понятен? Нет, я не совсем поняла, какая очередь. Ну, возможно, это про социальное жилье? Которая дается вот по получению молодой семьи, молодой семье квартиры. К сожалению, вопрос не совсем относится к сфере нашей деятельности. И я, увы, не специалист по вопросам предоставления именно жилья молодой семье на безвозмездной основе. Поэтому, да, проконсультировать вас не могу по данному вопросу. Спасибо большое. Если есть вопросы, у нас еще прям вот буквально несколько минут есть. Дозванивайтесь 202-11-22. Ольга Николаевна, ну, а я все-таки попрошу вас рассказать о порядке совершения сделки у нотариуса. Пока у нас есть несколько минут. Когда обращаются к нотариусу за совершением сделки, предполагается, что к нотариусу уже обратились определившиеся две стороны. Будущий продавец и покупатель. Которые нашли друг друга, вариант подобран, и уже они готовы выслушать разъяснение от нотариуса о порядке совершения сделки. И выразить свои пожелания, которые необходимы, в последующем нотариус обличит в нотариальный документ. Что делает нотариус предварительно? Изначально нотариус проверяет, конечно, дееспособность сторон, устанавливает их личности. И затем проверяет законность совершения сделки. Проверка законности совершения сделки осуществляется на основании представленных уже нотариусу документов правоустанавливающих. А также у нотариуса предоставлен инструментарий для направления запросов и получения сведений о объекте недвижимого имущества. Но, чтобы исключить наличие права притязаний третьих лиц, а также исключить возможность того, что сделка в последующем может быть оспорена, либо изначально совершать такую сделку нельзя, поскольку она является ничтожной. Для того, чтобы проверить законы сделки, какие действия первоначально совершает нотариус? Самым первым действием нотариуса является... Ольга Николаевна, да, вынуждена вас прервать, потому что время у нас так быстро пролетело. Мы обязательно продолжим эту тему, но уже в следующем эфире. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо за ваши вопросы. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!